Здравствуйте дорогие друзья! Рад вас снова приветствовать на канале Геомир. Огромное спасибо, что зашли посмотреть мой очередной видеоролик. Сегодня, как обычно, посмотрим с вами интересные и загадочные места и отправимся мы вот непосредственно в далекую Австралию. Вот здесь вот сделал я уже несколько меточек таких с интересными названиями и посмотрим, что вот в этом месте в Австралии вообще есть такого странного и интересного. Ну а вот это место мы с вами будем рассматривать рядом с небольшим городом Холлс Крик. Вот таким образом он выглядит, можно посмотреть, приблизиться. Здесь также есть несколько изображений, ну совсем вот небольшое городишко такое. Есть несколько изображений, я думаю, что этого города непосредственно. Ну давайте посмотрим. Так, что тут еще у нас есть? Такое изображение интересное очень, хотя я вот не знаю, что это за конструкции такие. Что-то похоже на как будто бы тепличные какие-то комплексы может быть или что это. Ну честно говоря, непонятно. Городок небольшой, но думаю, довольно-таки такой уютный. Давайте вначале со спутника рассмотрим, как выглядит вот это вот необычное место, где я нашел также необычные определенные объекты, которые сейчас будем с вами рассматривать. Так, ну что, здесь в принципе не похоже на признаки какой-то вулканической активности. Скорее всего, вот эти вот образования появились в результате тектонических подвижек определенных. Ну и вот такие вот обычно нам как бы ученые говорят, обычно вот такие вот явления наблюдаются именно при сдвижении тектонических плит. При сталкивании, либо наоборот при расхождении, они формируются. Ну да, скорее всего. Тем более, есть у нас такая теория, что именно вот вся Австралия, она что? Она просто откололась от основного материка. Вот эти вот признаки здесь, они в принципе, может быть и присутствуют. Так, ну а вначале давайте я такую интригу внесу. В общем, что я здесь обнаружил? В первую очередь давайте вот все все-таки со спутника рассматривать. Вот хочу обратить ваше внимание вот на такую белую полоску, которая здесь вот находится. Идет она дальше. Здесь вот признаки ее уже, конечно, теряются. Вот, в принципе. Ну и, наверное, вот здесь исчезают. Я очень долго ее искал все-таки, где она находится, потому что по фотографиям все это не в тех местах, где на самом деле располагается вот эта стена. Да, на самом деле это очень похоже на стену, друзья мои. Сейчас мы это все с вами увидим, как выглядит. Да, снимки, конечно же, нечеткие. Вот, смотрите, здесь она обрывается и все. Дальше тоже мы ее не обнаруживаем. Но вот изображения раскиданы по этой территории в нескольких местах. Но я думаю, что это, в принципе, неточности такие определенные. Вот, смотрите, вот здесь вот, допустим, тоже изображение, хотя не показывает эту стену даже ничуть. Ну и я предварительно, безусловно, все это посмотрел. Вот то же самое. Да, здесь, конечно же, можно сказать, что, возможно, вот это вот признаки, а вот полоса, да? Это признаки стены нет. Нет, это не признаки стены. Это обычная дорога такая, грунтовая, которая проходит всего лишь навсего. Кстати говоря, у города вот есть аэродром. Пожалуйста, можем его наблюдать. Рядом, прям непосредственно с городом он располагается. Вот здесь я тоже сделал меточку стена, друзья мои. Но хотя, опять же, никаких признаков здесь нет. Вот проходит лишь дорога, а саму стену мы эту не видим. Как она выглядит. Сейчас мы с вами все это изображение постепенно посмотрим. Я хочу просто пройтись еще раз по карте и посмотреть. Может быть, конечно, что-то я упустил. И где-то, где-то есть еще признаки этой стены. Но нет. Вот, в принципе, этого ничего уже здесь нет. Не видно. Ну, я думаю, что это, конечно же, все разрушилось. Безусловно. Так, а в пользу того, что это стена и что это такая вот местная достопримечательность, хочу сказать следующее. Сейчас мы здесь спустимся с вами. Давайте поближе. Посмотрим. И это место посещают, рассматривают. Вот, смотрите. Вот эта стена пошла. Сейчас эти фотографии мы с вами посмотрим более четкие. Безусловно. А вот здесь вот площадка, где оставляют автомобиль. Кстати говоря, если мы приблизимся посильнее, мы увидим, что, скорее всего, здесь вот автомобиль стоит. Так вот. Вот и дорога пошла. То есть к этому месту приезжают. Есть определенный поток туристов. Может быть, там невеликий. Вот основная дорога, видим, да? Съезжают сюда непосредственно. Вот это меня удивило, конечно, тоже. Смотрите. Вроде бы здесь асфальтная дорога идет. Здесь плюс параллельно проходит еще одна грунтовая. Ну, может быть, это старая дорога уже какая-то была. Не могу сказать, конечно же. Ну вот. Так что это место интересное. Интересно туристам, на самом деле. Ну вот. Так как это, вот по моим ощущениям, это не просто так, какое-то геологическое образование, а вот именно что-то, скорее всего, рукотворное. Ну что ж, давайте посмотрим первое изображение, как это выглядит вот именно вот в этой местности непосредственно. Так, вот таким образом выглядит эта стена. Вот такие грубые кирпичики, скажем так, да? Как бы здесь размещены. Интересным образом. Да, может быть, это природное происхождение. Я не спорю. Пожалуйста, напишите в комментариях свое мнение, что это такое. Ну, нигде, в принципе, что-то подобного я не обнаруживал. Таким образом выглядит эта стена издалека. Посмотрите, почему моя теория в пользу того, что именно эта стена и это искусственное происхождение. Очень сильно отличается порода вот этой стены, вот этих вот камней, из которой она сделана, от близлежащих. Смотрите, скальные такие здесь породы. И какая стена. Ну вот она светлее намного мы видим. И вот более близкое рассмотрение у нас сейчас будут еще изображения, там, друзья мои, мы посмотрим. И там заметно, что это, в принципе, глина, смешанная с песком. То есть, это, в принципе, такие блоки, их делали, искусственно изготавливали. Вот, не могла, не могла так порода выстроиться в линию, не рассыпаться. И вот уже миллионы лет там, может быть, лежит, и она не рассыпалась. Нет? Ну, может быть, тысячи лет, я, конечно, говорю, неуверно. Но, тем не менее, это все рукотворное, на самом деле, происхождение имеет эта стена. Вот здесь можем более детально рассмотреть мы ее структуру. Да, на самом деле, вот по структуре эта глина, эта глина уже окаменевшая. Да, вот воздушная эрозия, безусловно, это все сотворила, все сделала. Если говорить, что это останцы, да, ну вот посмотрите опять, почему же они вот так не разрушились. То есть, здесь даже по окраине мы видим, что присутствуют вот эти вот блоки, которые отваливались потихоньку, и они лежат вот здесь. То есть, каких-то горных массивов нет. Выходит, дело, эта стена была еще выше, и она сохранилась, как там башня дьявола, о том, что вот в Америке, к примеру, да, она стоит на высоте почти 300 метров, не разрушается, как бы, и вот так поднял, поднялись эти магматические какие-то породы вверх и застыли. Ну, думаю, это, конечно же, сложно в это даже поверить. Кроме всего прочего, здесь можем наблюдать, вот если более детально рассмотреть все эти блоки, можем наблюдать определенные срезы. То есть, искусственную обработку непосредственно вот этих блоков, она присутствует, очень ровные срезы. Идем дальше, друзья мои. В принципе, это та же самая фотография, да, но сделано, вернее, не та же самая, а то же самое место, сделано просто в разные времена года. Таким образом выглядит эта стена. Вот посмотрите структуру непосредственно этих блоков. Да, на самом деле это глина, это просто окаменевшая глина. Вот это и доказывает. Кроме всего прочего, мы не видим каких-то расслоений вот таких образований. Видите, они потрескались, полопались. В принципе, видно, что это не порода горная, а это искусственно созданная, какой-то материал, и он просто трескается. Слоистости нет. Он просто трескается, и все, из-за того, что на него воздействует водовоздушная эрозия. Он трескается, как обычный красный кирпич, который мы наблюдаем сейчас. Когда на него долго воздействуют осадки там какие-то, долго лежит он где-то во влаге, солнечный свет там, ну и так далее. Вот это вот то же самое. Поэтому моя теория, что скорее всего это искусственное происхождение. Хотя это опять могут быть лишь догадки. Посмотрите, насколько далеко тянется все это образование. А вот рядом есть такое вот изображение. Никогда не поверю, что здесь какие-то скалы присутствуют. Смотрите, насколько далеко. Просто пышная такая зелень. Даже не верится, что это Австралия. Здесь вот меточку назвал часть каменной стены. Жаль, что не можем приблизить вот это изображение. На самом деле, посмотрите, вообще нигде даже близко мы не видим каких-то скальных там горных образований. Вот, в принципе, эта стена совершенно отдельно рассматривается. А здесь, ну да, холмы присутствуют, но не горный какой-то массив. Кроме всего прочего, здесь вот была бы возможность, если приблизить, вы увидели бы, что эти блоки вообще идеальной формы кое-где просматриваются. И что, вот воздушная эрозия вот так это сделала. Нет, обычно осадки, ветер, выветривание приводит к тому, что не образуется острых углов, вот таких прямых углов. А скорее всего, это все сглаживается и все. Тут вот такой фантастический пейзаж открывается. Будто бы мы на другой планете с вами, не правда ли? Вот посмотрите, в этой местности все вот эти вот какие-то образования горные, они имеют совершенно другую структуру по сравнению с этой стеной. Здесь, конечно, сложно сказать, то ли это останки вот этой стены, то ли просто какой-то горный хребет присутствует, либо просто раскиданные камни в результате вот как раз дектонических столкновений, образованные, ну, сложно сказать, конечно же, просто далеко изображение. А вот, кроме всего прочего, друзья мои, хочу обратить ваше внимание вот на такие тоже останции, либо камни будем говорить. Посмотрите, либо они оплавлены, либо вот настолько мощная водовоздушная эрозия на их воздействовала, что они стали гладкими. Вот они все отполированные, такие гладенькие уже появились. Вот как раз здесь и мы говорим, что да, на самом деле это вот природного происхождения. Ну, это что искусственное происхождение, то вот эти вот надписи такие вот странные, конечно, людьми сделанные, для чего непонятно. Но, а с другой стороны, если посмотреть, то буквально, вот посмотрите, буквально камни, не то чтобы отполированные там воздухом и ветром, да, осадками, дождем, будто бы они плавились, будто бы отплавлены. Посмотрите, насколько гладкие. Так, ну, здесь, в принципе, вот такая вот грунтовая дорога, загадочная, красивая. Ну, здесь тоже какие-то признаки, вроде бы как похожие на эту стену, друзья мои, но непонятно, конечно же. Довольно-таки сильные разрушения уже присутствуют. Посмотрите, как далеко вот эти вот холмы, где мы с вами рассматривали все. А здесь вот такая ровная, идеальная, грунтовая дорога. Согласитесь, что вот это вот место в Австралии очень загадочное, очень странное, интересное, конечно же, но и в то же время красивое. Посмотрите, какой замечательный пейзаж здесь открывается. Кроме всего прочего, есть горные реки. То же самое. Здесь очень странные такие горные образования. Посмотрите, какие они разнообразные. Здесь вот такие вот ванны, в которых можно, думаю, посидеть. Особенно в жаркий зной. И вот скальные породы. Посмотрите, друзья мои. Где-то вот на самом деле, вам не кажется, что они прямо оплавленные, будто бы воздействовали на них чем-то. Вот там вдали то же самое мы видим. С другой стороны, есть совершенно иной структуры. Тоже горные породы. Почему именно так? Вот такая горная река. Есть более глубокие каньоны с такой вот тоже уже бурной рекой. Вот посмотрите, опять мы нигде не встречаем той породы, из которой сделана вот эта вот стена. Нигде вот эти белесовато такие рыжие камни не встречаются. Даже не рыжие, наверное, да, а кирпичный цвет, как обычно принято говорить. Нигде не встречается. Нет такого. То есть еще раз структура этой стены говорит о том, что она, наверное, скорее всего сделана как бы искусственно. Кто ее делал? Когда? Вот этот вот вопрос. Ну и в конце ролика, друзья мои, хочу показать, наверное, самую красивую фотографию, которая сделана по наблюдениям туристов вот этой стены. Вот посмотрите. По-моему, здесь уже излишний комментарий и довольно-таки понятно о том, что да, на самом деле, это блоки. Это блоки, которые вытачивали, подгоняли немножечко друг к другу и устанавливали вот так. Таким образом они установлены. Посмотрите, насколько мощное сооружение. И я так думаю, что оно было намного выше, нежели как вот сейчас выглядит. С другой стороны, если это был какой-то здесь горный массив, куда уж все это делось, растворилось. И опять, посмотрите, обратите внимание на прилегающие камни. Они совершенно иной структуры, они совершенно иного цвета. А такой, как здесь, в принципе, вот мы с вами посмотрели, нигде даже не наблюдается. Очень странно, очень интересно и очень загадочно. Кстати говоря, опять же, перед роликом я посмотрел, полазил везде в интернете, погуглил. В принципе, ничего, никакого описания вот этого места не нашел. нет информации о том, что возможно ли это искусственное происхождение, сооружение, либо это все-таки природное происхождение. В общем, вообще, это все утаивается и об этом не говорят, абсолютно не говорят. Но посмотрите, как четко сделаны эти блоки. Да, очень странно, конечно же, друзья мои. Ну все, на этом мы и заканчиваем. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, оставайтесь со мной, впереди будет много чего интересного.